О Майке Тайсоне написано немало, однако чисто спортивные оценки экс-чемпиона найти сложно. Попробуем восполнить этот пробел. Существуют две разные точки зрения на одни и те же спортивные явления, если в их центр попадает плохой герой. А хуже Майка Тайсона персонажа трудно придумать. В основе одной из этих концепций лежит понятие психология. Соответственно, в тексте сплошь и рядом встречается слово «психологический», которое чаще всего не содержит никакой смысловой нагрузки и расшифровывается, как вы знаете. Тайсон – психопат. Все эти утверждения порождают представление, будто Тайсон побеждал только благодаря физическому удару. И тот в период, когда супертяжелый вес пребывал в самом-самом кризисе. И как только физика Тайсона закончилась, а одновременно улучшились его соперники с приходом все более сильных боксеров, железный Майк тотчас поржавел. Под физической одаренностью Тайсона понимают не его рост, размах рук и вес – важнейшие параметры в супертяжелом весе. Достаточно заметить, что все без исключения самые долгоиграющие чемпионы супертяжеловеса были в среднем выше и тяжелее среднего представителя своего дивизиона и времени. Луис, Али, Холмс и Льюис. Рост и размах рук Тайсона около 180 см. Оптимальный вес – примерно 98 кг. Это у обычных людей длина тела и размах рук численно совпадают, а у боксеров руки длиннее тела, а ноги короче. У таких чемпионов супертяжеловесов, как Али и Холмс, размах рук превышал длину тела на 15 см. Во второй половине 80-х средний рост элитных супертяжеловесов составлял 187 см, а средний рост соперников Тайсона в чемпионских боях превышал 191 см. Соответственно, его оппоненты имели каждую руку длиннее более чем на 10 см, чем у него. Например, в 1987-08 годах Майк в пяти подряд боях четырежды встретился с оппонентом, имевшим размах рук 206 см, как у Льюиса. Да, с другой стороны, Тайсон не очень много уступал в весе своим соперникам, но иначе быть не могло. За всю историю тяжелого веса был только один штатный чемпион, уступивший в среднем весе своим соперникам, Рокки Марчиано, который, как оказалось, на поверку не был даже первотяжем. Спрашивается, а в чем, собственно, заключался физический дар Майка Тайсона? В рамках психологической концепции немедленно приводятся высказывания о великолепных инстинктах и рефлексах Тайсона, благодаря которым он смог с большой точностью и потрясающей скоростью доносить удары до цели, которая является бьющим боксером огромных размеров. Однако на основе чего делаются такие заявления? На основе проведенных лабораторных тестов в каком-то нейропсихологии? Нет, на основе результатов Тайсона в ринге. Победил нокаутом, значит ему помог инстинкт убийцы. Победил пачка, теперь уже рефлексы. Это довольно-таки примитивная логика. Между тем, не является секретом высказывания тренера Тайсона, Каса Дамата, главное оружие Майка его мозг. Рефлексами и инстинктами управляет мозг, чтобы вывести себя на ударную дистанцию, невысокий боксер должен гораздо чаще думать и глубже понимать происходящее в ринге, чем его высокий соперник, способный доставить его с безопасного расстояния. Чтобы не вымотаться и не стать жертвой, невысокому боксеру приходится гораздо интенсивнее готовиться к каждому бою, то есть быть талантливым учеником и усердным спортсменом. Психологически слабый Тайсон стал самым молодым чемпионом в истории супертяжелого бокса, но после этого он проиграл. Одурманенной славой и сломанной похотью на почве неустойчивой психики не в первой чемпионской защите и даже не в пятой, а в той по счету, которая оказалась редкой для показательно крепкого в психологическом плане Ленокса Льюиса и абсолютно недостижимого для самого психически крепкого боксера Эвандера Холифилда. До того, как Тайсону исполнилось 24 года, он имел в активе 9 подряд успешных защит чемпионского звания, из которых 6 титула абсолютного чемпиона. Тайсон – один из двоих супертяжеловесов в 1980-2000-х годах, который смог провести успешную абсолютную защиту. Для сравнения, Холифилд свои обе абсолютные защиты провел против 42-летних ветеранов, отсидев в тюрьме 3 года за то, что ночью к нему в номер вместе с ним пришла совершеннолетняя девушка. Психологически слабый Тайсон во второй раз стал чемпионом, причем единственным невысоким супертяжеловесом за предыдущие 30 лет, кому удалось стать чемпионом после 29-летия. К слову, Джо Фрейзер больше никогда не становился и не был чемпионом, как ему исполнилось 29 лет и прошло еще 10 дней. Примерно то же самое случилось с Джимми Эллисом. Впрочем, он для своего времени был среднего роста. Следующим таким малышом после Тайсона станет Крис Бёрд. Эллис и Бёрд ростом по 185 см. В карьере Тайсона все-таки имеется очень серьезный изъян. Он ни разу не взял реванш за поражение, как и Крис Бёрд. Из-за этого Майка выглядит белой вороной на фоне всех лауреатов названия великих чемпионов и, соответственно, он тянет только на уровень Бёрда и уже не тянет на уровень Владимира Кличко. Почти все чемпионы от Джека Джонсона до Ленокса Льюиса либо до достижения 36 лет, либо до конца карьеры, либо не проигрывали вообще, либо брали реванши, причем за все поражения. Даже Джек Демпси, имевший по молодости полдесятка поражений, и то успел расквитаться с каждым обидчиком. Али, Холифилд, оба до 36 лет. Танни, Льюис брали реванши за все поражения. До 36-летия вообще не проигрывали Рокки Марчиано и Ларри Холмс. Даже Риддик Боу и тот брал реванши за все поражения, правда оно у него было одно. А Тайсон вообще ни одного. Ни до 36 лет, ни после, никогда. Более того, свою единственную попытку реванша он самым безобразным образом провалил. Да еще как. Словно бультерьер обкусал уши сопернику. После дисквалификации Тайсон вернулся под лозунгом еще одной попытки реванша, однако в первом же матче он проявил себя с такой стороны. Ломал руку соперника. Что комментатор Владимир Гендлин воскликнул. Пора Тайсону психушку. Другое популярное высказывание, как следствие предыдущего, Тайсон не может считаться сильнейшим супертяжеловесом, поскольку он проиграл всем сильнейшим соперникам. В Пику Майку вспоминают Али, который победил всех сильнейших соперников, пока ему было меньше 37 лет. И понятно, забывают Фрейзера, который, как и Тайсон, проиграл всем сильнейшим соперникам, но один раз из трех смог победить Али. Это утверждение очень парадоксальное, ведь получается сильнейший тот, кто проигрывает более слабым соперникам. Понятно, что у более слабых соперников, таких как Спинкс и Рахман, проще брать реванши. И при всем этом Тайсон был одним из сильнейших боксеров за всю историю бокса. Он не проиграл ни одного боя, если бой проводился не раньше 64 дней и не позже 204 дней после предыдущего для него боя. Холифилду он проиграл, имея 63 дня между боями. Дагласу, Льюису и прочим, более 204, а то и 300 дней простоя. Более того, он выигрывал все бои в правильном интервале за явным преимуществом. А это львиная доля всех значимых боев в его послужном списке. Это вполне понятно, поскольку ему, как маленькому супертяжу, очень важно четко соблюдать не просто тренировочный цикл, который классически равен 12 неделям. А интервал эмоционального восстановления очень важный для плодотворной работы, мыслей и тотальной концентрации на тренировочном цикле. И других таких боксеров просто нет. Даже Марчиана и Холмс ни один свой бой выиграли не без благосклонности судей. Не говоря уже об Али. Подчеркну, что в современном супертяжелом весе бои на высшем уровне редко проводятся, если один из боксеров в предыдущий поединок провел менее чем за 90 дней назад, так как его соперник получает существенную фору. Что касается промежутков длительностью более 200 дней, то их принято считать простоем. Интервальный срок 200 дней означает, что боксер проводит менее двух боев в год, а это можно классифицировать именно как простой. Друзья, заходите на сайт Fight News Info, подписывайтесь на канал Fight News. Мы помогаем парням вести канал. Заходите, подписывайтесь, кому интересны наши видео. Они там будут в похожем стиле. И не забывайте подписываться и на наш канал, конечно же, если вы впервые здесь.